О том, как реализуется программа по переходу к новым формам управления многоквартирными жилыми домами в регионе, рассказали на расширенном заседании с участием Акима области. Как известно, к 1 июля следующего года жители всей страны должны определиться, создать ОСИ или же простое товарищество, поскольку к этому времени по КСК и КСК упразднят. Поэтому, чтобы дома не остались без обслуживания, специалисты управления ЖКХ предлагают им реорганизоваться. На сегодняшний день по области действует 130 по КСК и КСК. Услугами по КСК и КСК жители области смогут пользоваться до 1 июля 2022 года. Действующие по КСК и по КСК могут реорганизовываться в сервисной организации и оказывать услуги по обслуживанию многоквартирных жилых домов. Разрабатывают в Кустанае из семи районах области правила организации и по капитальному ремонту фасадов, кровли, многоквартирных домов, чтобы населенным пунктам придать единый архитектурный облик. Не затягивать с утверждением программы реновации, то есть реконструкции старых кварталов, поручил Аким области. На сегодня она принята в четырех городах – в Рудном, Лисаковске, Житикаре и Тобыле. В областном центре пока программы нет. Рассмотрели и вопросы сферы образования, которая перешла на вертикальную систему управления. Новый подход, примененный к решению кадровых вопросов, с начала года руководители отделов образования назначаются конкурсной комиссией управления образованием. Обновлен состав директоров организации образования в связи с выходом на пенсию более 20 руководителей. Для повышения конкурентоспособности руководителей, исключения коррупционных рисков, в Министерство образования введен институт ротации директоров образовательных учреждений. Кроме того, проводится и работа по сокращению штата управления образования. В этом году три, а в следующем году пять единиц будет сокращено. То есть из 39 сотрудников продолжит работать 31 специалист. В отделах образования также произойдет сокращение со 117 до 86 человек. В ряде рассмотренных на заседании вопросов, касающихся сферы образования, был выделен и аспект безопасности детей в школах области. Одной из сложностей для проведения этой работы является слабое оснащение дежурных частей полиции техническим оборудованием. Отсутствие интернета, компьютера, видеорегистратора. Что касается ограждения школ по периметру здания, в 29 объектов образования ограждения отсутствуют. Из них 5 – это школы с контингентом до 30 учащихся. Также требуется решение вопроса Акиматом города Кустанай по выделению земли, прилегающей к территории гимнастии имени Сарбаева Мауленов для установки ограждения. Архимед Мухаммедов поручил городским властям оказать содействие в этом вопросе. Османка Кимжанов, Яна Гала, РТН